Всем привет, меня зовут Мария, и я являюсь преподавателем онлайн-школы программирования Pixel. В этом уроке мы с вами разберем, как сделать метод сохранения в Unity. Чаще всего для нашей игры требуется сохранение очков, либо же уровней. Для этого нам поможет метод PlayerPrefs. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Давайте откроем с вами Unity. У меня уже есть подготовленная сцена с фоном, но это еще не все, что нам потребуется. Давайте создадим с вами три кнопки. Одна будет прибавлять наши очки, в поле текст будет выводиться. Вторая будет сохранять, третья будет загружать. Начнем с текста. Для этого нам потребуется канвас. И на канвасе мы с вами будем создавать уже наши UI-объекты. Начнем с текста. Расширим его границы с помощью инструмента REC-DOO. В инспекторе мы его поставим посерединке. Поставим ему цвет, к примеру, тоже черненький, пусть будет у нас фон такой фиолетовый. Сделаем текст побольше. И сразу сюда напишем 0. Посмотрим, как это получается. Вот 0. Пусть пока он будет на этом мире. И теперь создадим с вами кнопки. И с помощью клавиши CTRL плюс D я дублирую кнопочки и могу их расставить. Теперь давайте их переименуем. Правой кнопкой мыши по кнопке Rename и по-английски напишем плюс. Здесь мы напишем save. И третью кнопку назовем load. Также давайте поменяем сам текст на кнопке. Здесь также давайте просто поставим плюсик. Его чуть-чуть увеличим текст, чтобы было видно, что мы будем прибавлять значение сюда. Здесь мы с вами также напишем save, то есть сохранить. И здесь напишем load, загрузить. Вот что-то такое у нас получается. Теперь давайте создадим с вами скрипт. Правой кнопкой мыши в окно проекта Create C-Share Script. И назовем его Save Manager. Открыли скрипт. И здесь нам надо будет создать 3 функции, которые будут для каждой кнопки выполнять свою задачу. Первым делом давайте объявим с вами поле текст. Для этого паблик. Текст. И дадим ему имя score. То есть очки. Видите, у нас текст подсвечивается красным. Для этого нам нужно объявить ему пространство имен. В Visual Studio можно сделать вот таким образом. Просто нажимаем на вот лампочку и добавляем новое пространство имен. И у нас уже данный тип будет читаться спокойно. Теперь мы с вами должны создать интовую переменную, то есть числовую, куда мы будем записывать наши значения, которые будем прибавлять. Также пишем паблик, инт, каунт. Теперь создадим с вами функцию. Пишем паблик, void. И назовем ее плюс score. И теперь здесь нам нужно ввести подсчет, сколько раз мы нажали на клавишу. Для этого мы просто пишем нашу переменную count и два плюса. То есть каждый раз, когда мы будем нажимать на кнопку, у нас будет прибавляться по единице. И теперь нам этот каунт нужно вывести в score. То есть мы пишем с вами score.text равно count. И так как у нас count и score разного типа, нам нужно привести к одному типу их. То есть точка to string. Текст у нас стрингового типа, то есть это буквы. Текст у нас строковый формат, то есть буквы. Поэтому там формат string. И поэтому мы каунт типа int конвектируем to string. Давайте сохраним. Создадим с вами пустой объект. И на него переместим скрипт. В пустое поле нам нужно добавить текст, в который мы будем идти подсчет. Переносим. И теперь на кнопку плюс мы должны добавить события в инспекторе. Нажимаем на плюс. Добавляем объект, на котором у нас есть скрипт. И выбираем по названию скрипта SafeManager, выбираем нашу функцию плюс score. Давайте запустим и проверим. Выключаем. Снова запустим. И видим, что наше значение обнулилось, так как у нас нет еще функции сохранения и загрузки. Давайте ее создадим. Нам нужна еще одна функция. Нам максимум надо будет 3. Public void save score. Здесь все просто. Мы пишем метод player. Prevs. Точка. Set. Это значит сохранить. Какое значение мы будем с вами сохранять? Мы будем сохранять значение каунт типа int. То есть мы берем set int. В кавычках мы пишем имя ключа, то есть по которому будет наша программа обращаться к памяти. Мы также можем дать значение каунту. И через запятую мы пишем то, что мы будем сохранять. Также мы будем сохранять каунт. Вот этим методом мы будем сохранять наше значение. Сохраняем. Теперь на кнопку save мы должны добавить событие. Также нажимаем на плюс. Тот же объект. Выбираем тот же скрипт. И теперь выбираем функцию save score. Она у нас будет сохранять наше значение, которое вы видите здесь. И давайте сразу сделаем функцию загрузки. Пишем паблик. Вот. Вот. Скоро. И теперь нам нужно в наш текст загрузить вот это сохраненное значение. То есть мы пишем скоро точка текста равно player.prevs.get загрузить get int. И здесь пишем просто название каунта. Проблема в том, что у нас опять разные типы, что текст, что int. Разные типы. И нам нужно привести к это к одному значению. Пишем точка toString. Сохраняем. На кнопку нам также надо добавить событие. Добавляем тот же объект. Выбираем тот же скрипт. И теперь выбираем функцию load score. Мы нажимаем сколько нам угодно, например, 10. Save. Выключаем Unity. Снова загружаем. И теперь нажимаем кнопку загрузки. У нас загрузилось число 10. Если нам нужно, например, сразу при старте загрузить значение, то мы вот этот метод просто запишем в функцию старт. Она выполняется сразу при запуске программы. На этом все. Чтобы глубже разобраться в Unity, записывайтесь к нам на онлайн-курсы. Ждем всех. А чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик.